А в Саргуте нетрезвый водитель, которого задержали инспекторы ГАИ, попытался организовать драку. Он приложил все усилия, чтобы начать потасовку, но терпению милиционеров можно позавидовать. Они сдались лишь через 30 минут после начала спектакля невменяемого шофера. Александр Лысов тоже посмотрел на это представление. Сотрудники ДПС долго терпели пьяные выходки этого мужчины. Только когда нарушитель спокойствия стал слишком агрессивно отстаивать свой автомобиль, который решили эвакуировать, милиционеры были вынуждены скрутить ему руки. Я хочу выйти на воздух. Я не отказываюсь от никаких правонарушений, которые пытаются на меня заставить. Но меня почему-то пытаются и убить. Больше часа, пока инспекторы составляли протокол, этот мужчина, который представился подполковником милиции, веселил всю округу своим неадекватным поведением. Понятно. Цыпленок, табака. Хакимов доказывал, он трезвый и не понимает, до что его задержали. Ведь он просто вышел подышать свежим воздухом. Ну есть вещи. Закройте все. Это я прошу. Но свидетели утверждают, Хакимов в таком состоянии управлял автомобилем. Мужчина пытался выехать со стоянки, но врезался в чужую машину. Он уже выехал. Он на это самое начал кричать. Тут еще мой сосед подошел. Я говорю, ты что делаешь? Хозяину поврежденного автомобиля Хакимов предложил немного денег. А приехавших на место ДТП инспекторов пытался напугать своими знакомствами. Вон ты там позвонил. Бывший подполковник все время говорил о том, что милиционеры нарушают его права. Значит, я вас прошу, если вы здесь корреспондент, у меня здесь адвокат, я не могу дверь открыть, потому что мои конституционные права нарушены. Мне избили сотрудники милиции. И убеждал, что за происходящим со всех сторон из засады наблюдает целая армия нанятых им адвокатов. Там снимают камеры. Я хочу, чтобы это все было снято. А там все снимается, мои друзья, все снимают. Хакимова увезли на медицинское освидетельствование. А в милиции Сургута подтвердили. Этот мужчина на самом деле работал в одном из отделений милиции. Возглавлял убойный отдел. Но подполковника выгнали из органов из-за того, что в отношении офицера было возбуждено два уголовных дела. Александр Лусов, Марина Резинская. Экстренный вызов.